смотрите ребят то есть вот именно на этом месте как бы но вот над этой поляной было все отчетливо видно то есть был виден действительно объект было видно четко его форма форма этого объекта и было четко видно что исходил вот этот вот луч но свидетелей было много в принципе до достаточное количество которые это видели и до сих пор объяснить этого момента никто не может то есть вопросов масса ответов как обычно нет я всех вас приветствую мои дорогие друзья и зрители сегодня вы увидите просто невероятную информацию и познакомить и с человеком который реально видел огромный инопланетный корабль форме треугольника который посылал лучи на землю он предпочел оставаться инкогнито но все же вся информация которую он предоставил приоткроет нам завесу тайны хотя и много странных вопросов добавит в наши головы ну что же начинаем просмотр и так друзья мы снова с вами в воронеже но очень захотелось здесь побывать потому что получил важнейшую информацию такую скажем историческую например все мы знаем о крепостях звездах которые есть в европе в том числе и в украине и в россии и вот вы знаете я по скажем рекомендации одного очень хорошего человека сам оказался в этом месте вот мы сейчас идем с вами просто по развалинам вот этой крепости понимаете есть города крепости это такая тема очень известна их стараются скажем спрятать как-то историю скрыть но вот прямо четкий перекресток или знаете вот звезда луч вот этой крепости мы сейчас с вами проходим дальше идут более такие стены но тоже они прямоугольную форму имеет нужно будет посмотреть здесь конечно нам все с плана на google картах чтобы мы все все это оценили рядом расположен собор храм опять же если мы посмотрим на дальний вид храма то четко видно что есть шесть колонны которые конечно же не строились для церкви и вообще церкви никогда не делались такого типа это здание большой крепости видно также стена вот эта опорная которая поддерживающая вообще центр города очень очень важен и вот так как мы сегодня воронеже находимся то мы зафиксировали вот такое красиво очень место опять же вот построили вдалеке на здание знаете вот европейского типа и у меня впечатление мы где-то там в западной германии в дании в голландии вот четкий домик кирпичный крыша такая закругленная в общем сегодня мы будем разведывать снова эти места потому что информация будет очень важно и интересное и вы послушайте не только мое мнение а мнение еще одного очень уважаемого человека и так сейчас мы с вами прогуляемся вот здесь чуть чуть не спустимся как раз где расположена крепость и рядом со мной идет мой как бы друг зритель его зовут илья послушайте что он немножко тоже расскажет как раз об этом месте приветствую ребят мы сейчас находимся в том месте которое возможно скоро даже и не то что исчезнет о котором скоро будет совсем по-другому говорится что это якобы вход в театр детства и юношества я не знаю ну что какой-нибудь там другой отмаз на самом деле это крепость огромнейшая крепость если повернуться обратно и посмотреть то вы увидите нас и как раз вот в сторону церкви которая идет подъем вот этот большой то есть дорога раскопаны и раскопана часть церкви все остальное все что пытались скрыться скрыты уже за частными домами и прочими какими-то архитектурными сооружениями причем вся архитектурное сооружение на которой по нашему мнению как нам кажется находятся какие-то важные исторические места находятся церкви или муниципальные какие-то здания так друзья мы сейчас подъезжаем к очень интересному месту находится рядом с воронеже в принципе видна левая сторона здесь у нас видите лес такой сосны стоят но дело в чем здесь была зафиксирована настоящая летающая не тарелки именно а треугольная вот такая конструкция нло объект и есть живой свидетель это илья мой друг который сейчас вам как бы расскажет об этом поподробнее в общем это было 2013 или 14 год я точно не помню я ехал именно по этой дороге как вы видели справа населенный пункт с левой стороны за лесом находится железная дорога и когда я ехал я слева увидел вспышку то есть со стороны железной дороги и естественно поехал в сторону этой вспышки я не знал что там действительно может быть что-то такое случилось там железнодорожник что-то как помощь и когда я начал заезжать сюда то есть уже в лес когда заехал я увидел что с правой стороны идет блик то есть мое окно водительская я посмотрел и увидел объект треугольной формы как раз вот над данной поляной лесной просто огромнейших размеров я не знаю диаметров может быть метров 300 к сожалению я не стала искать останавливаться снимать это все на видеозапись так как я не знал что это за объект может быть это какой-то секретный самолет или что-то еще но позже я понял что секретный самолет не мог здесь быть так как сзади находится населенный пункт и секретный самолет никакой не будут испытывать зоне населенного пункта так как каждый может снять его на камеру что это было то есть как бы я не знаю сейчас мы попробуем с павлом проверить здесь рации всяческие приборы и посмотреть вообще что это за место такое еще илья вопрос смотри ты расскажи в каком году это случилось и время был день или ночь это была ночь и где-то примерно в районе 12 часов что-то небо было очень чистое как бы и здесь естественно это было видно луна как бы даже освещала то есть то есть была луна но какая луна ты не по что поняла не до свет луны был да да это был май месяц точно он начиная 20 где-то до 28 числа но именно какой день и какой год вот к сожалению не помню мне даже приходилось это когда я приехал я естественно все записала на бумагу зарисовал все эти моменты то есть для того чтобы но я не знаю как будто бы чтобы это не забыть и действительно я потом начал забывать дату время как бы и вот по сейчас я как бы не могу реально вспомнить дату я не знаю с чем это может быть связано то есть но дату я не помню и не помню точного времени как это было но точно этот объект я помню то есть он был треугольный черного цвета вперед в сторону деревни получается впереди находится деревня через лес туда проходил луч который ну как бы как шел разрядами какими-то ну раз вспышки были такие страшки определенно из самого треугольника то есть но также ты был в этот момент не один то есть это не твоя личная какая-то фантазия вас несколько человек ехала в машине да 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 и наблюдали большими они мне вообще да сказали давайте по снимем на камеру но внутренний какой-то вот ну это первый раз был и какой-то вот внутренний страх даже был то есть ну я не знаю реально что это такое то есть я рассматривал со своей точки зрения как бы у меня на то есть ну момент так рассматривать что не надо просто с опасением да на всякий случай решил чтобы не это случилось секретное какой-то разведки еще что-то там то есть и я не хотел оказаться тем свидетелем которых был бы в этот момент не нужны который вы а вот еще один такой очень важный момент когда я ехал естественно я посмотрел зеркало водительское зеркало заднего вида и я увидел что сзади меня ехал автомобиль то есть мне очень отчетливо были видны фары то есть где-то в метрах 100 от меня был автомобиль я выехал из леса сворачивать тут некуда то есть остановился и как бы ну подождать этот автомобиль но автомобиль из леса так и не выехал ничего себе да то есть это вообще в зеркало посмотрел потому что ну мне как-то было блин но не то что страшно как-то не по себе просто хотела оценить обстановку что происходит тоже наверху ты увидел это треугольная планета объем мало ли он были ну за мной полетела увидел машина проехала свидетели значит он увидел что машина в любом случае приостанавливалась потому что я начал приостанавливаться и смотреть я был вообще в шоке естественно когда я поехал я посмотрел зеркало заднего вида я видел отчетливо машину но я так и не не стал ее ждать может быть может быть она остановилась снимала на камеру но видео я искал то есть информацию хорошо или я еще такой вопрос им вообще место расположения где все-таки это воронежская область но приблизительное место где все это случилось воронежская область то есть выезд с дубовки в сторону шуберки ну район шуберки вот как раз по трассе просто автомобильная дорога здесь такая лесополоса заканчивается дубовка получается в сторону шуберки сразу с правой стороны вот поля и сколько вообще время ты наблюдал этот объект над собой то есть там это минута или 10 секунд ты быстро уехал испугался начал проезжать я вообще поехал на вспышку света с левой стороны стороны железной дороги я на нее поехал когда я въехал в лес уже на прямую дорогу с извилистой я увидел с правой стороны и блики в меня и то есть я не стал останавливаться естественно я спросил у остальных видят ли они то есть они сказали да видят давай снимем на камеру какая нафиг камера я поехал ну понятно да это значит достаточно быстрый процесс может быть там несколько секунд там 20-30 секунд вы среагировали просто висела как бы вообще ни шума ничего не было видно вообще в этом месте даже деревья как загнуто не знаю может быть действительно это видит ну кстати да вот если присмотреться свете вот эти сосны они немножечко сверху загибаются опять же но не все но какие-то частично загибать в общем вот прямо в этом месте был зафиксирован вот это треугольный объект давайте мы сфотографируем просто сделаем еще фотографию для себя чтобы нам запомнить вот вы можете представить наглядно что прямо над этими деревьями такой огромный треугольный объект то есть он занимал все практически вот этого пушка практически все свободное место и вот было видно отчетливо здесь лес редкий как раз по размерам и при совпадении не знаю и он также производил вот эти вот вспышки пульсирующий огонь какой-то постоянно моргал сверху но и скажем так илья своими попутчиками решил все-таки удалиться потому что ночь никого нет сзади какая-то машина с фарами который потом просто исчезла не выехала из леса такая ситуация друзья произошла 2014 году мы сейчас возьмем приборы попробуем здесь что-то измерить и посмотрим что здесь у нас по электромагнитному поле и по температуре так друзья мы находимся вот на этой полянке в лесу как раз где был зафиксирован этот объект скажем ну вот здесь вот рядом сосной такой высокой стоим и небо видите открытые давайте включаем приборы проверять электромагнитное излучение внизу показывает магнитное поле по нулям и вверху электрической тоже по нулям то есть здесь таких прям сильных отклонений нету давайте проверим просто температуру окружающего воздуха что у нас сейчас есть 13 градусов давайте дерево вон там она бьет 13 8 ну достаточно прохладно то есть такая температура давай температура неба плюс 6 плюс 5 ну этот луч кстати бьет достаточно правильно когда солнце если мы замеряем показывать там 250 280 здесь вот я замеряю примерно 76 градусов плюс по цельсию зона достаточно интересное такое место само по себе и даже вот мы пришли смотреть какие облака и можно представить что здесь как раз было вот это вот треугольное огромное налог который закрывала всю эту площадку всю эту поверхность ну давайте так сейчас мы еще раз пообщаемся ли он вам кое-что тоже расскажет поподробнее скажем но единственное что мы лицо его не будем показывать и он как бы станет спиной ну достаточно интересно все расскажет объяснит смотрите ребят то есть вот именно на этом месте как бы но вот над этой поляной было все отчетливо видно то есть был виден действительно объект было видно четко его форма форма этого объекта и было четко видно что исходил вот этот вот луч что это было ну как бы я не знаю секретный самолет я думаю вряд ли но с точки зрения логики это но глупо было бы испытывать самолет в том месте где проживает гражданское население которое в любой момент может снять данный аппарат на камеру то есть какие-либо ответы я вам не могу дать то есть ваше решение верить в это либо не верить то есть как бы но свидетелей было много в принципе до достаточное количество которые это видели и до сих пор объяснить этого момента никто не может то есть вопросов масса ответов как обычно нету понятно есть и даже наверняка это не могут объяснить те же самые военный специалист какие-то спецслужбы да какие-то такие вещи умалчиваются эти вещи не только умалчиваются а даже как-то дается такой неординарный совет не лезть в эти вещи как бы и этим вовсе не заниматься но я считаю это было бы нечестно то есть не сказать про это так как ну я считаю если мы все будем молчать то тогда и естественно ответов мы никаких не получим макушки деревьев здесь то есть загнуты да не все но часть загнута поляна огромная то есть ну все было четко видно с дороги все очень хорошо было видно сейчас попробуем здесь измерить радиоволны именно рациями и другими приборами и я думаю павел вам покажет что получится да что у нас получится хорошо так друзья вот мы включили рации но настроились на одну волну и волна 40 как бы слышно меня я сейчас допустим что скажу илья илья как слышишь ну связь связь проходит сейчас попробуем может быть на других частотах поискать какие-нибудь потусторонние волна в конечном счете еще проверим радио да вот мы сейчас находимся на этой полянке в принципе место такое достаточно тихо но много разбросанных деревьев какие-то скошенные пеньки справа от большие сосны которые немножко загибаются верхушки также есть непонятные железобетонные плиты или блоки вот мы сейчас проходили ну кто и себя притащила зачем тоже какую целью не совсем ясно да ну вот рация мы с вами несем 2 волна 10 настроили но никаких таких прям супер потусторонних шумов так и вот блок ну скажем бетона не за железобетона если в нем арматуру я не знаю по крайней мере виден бетон достаточно старый уже весь промокший но такой блок можно было сюда привести чем только краном то есть люди бы не пришли бы там и чтобы поднять его нужно там 100 человек или там 20 мужиков просто-напросто в лес ни с того ни сего привести вот такой блок да зачем кому это нужно или же это остатки какой-то конструкции или же кто-то вот прям может быть и с небес его сбросил но вот действительно непонятный блок монолит ну может быть современно нет а может быть какой-то исторический баклажки навалены но в любом случае кто-то притащил то есть чтобы поднять такой блок нужен какой-то кран грузовая машина большая бессмысленно его вести просто в лес я первый раз такое вижу когда стоят сосны какие-то там корни деревьев вот этот блок вызывает очень много вопросов кстати внизу кирпичи то есть это даже не монолит а именно часть какой-то стены вы представляете не может ли быть такое что ну или ветер или какие-то силы небесные вырвали его откуда-то и просто знаете как будут ураганом принесло сюда вопросов тоже достаточно много вызывает поэтому вот такая у нас интересная история вот такая разгадка спасибо илье мы посмотрели все проверили никаких таких супер превышение не зафиксировали но факт есть факт блок обнаружен совершенно непонятное его предназначение откуда он взялся также видны изгибы вот этих сосен высоких и везде пеньки деревья корни как будто бы все выкорчевывали прямо с корнями если посмотрите вдалеке очень очень много пеньков ну-ка сейчас подойти к одному просто посмотреть для себя что же это за пеньки я просто смотрю они вдалеке везде везде вот смотрите какое-то дерево уже сухой лежит но это же не лесники делают кому приходите вот выкорчевывать здесь деревья очень большой вопрос вот вдалеке вижу еще один пенек вот смотрите сами то есть это или из-под земли вылезла до получается вот откуда мог взяться вот этот вот корень непонятно или дерево вдалеке вопросов много действительно место очень какой-то фантастический вполне возможно прямо вот здесь было зафиксировано скажем то тот объект нло треугольной формы кто находился люди пришельцы серые или рептилоиды будем разбираться но информация просто очень важна для нас для всех мы уже подбираемся ближе к разгадке что наш мир не такой простой друзья ну и конечно благодарность огромное ли е что он показал столько во первых мест интересных и просто рассказал свою историю давайте же сейчас попробуем посмотреть радио волны которые находятся тоже в этой местности и вот пробегаем полностью сканом в поиске каких-то различных сетей до этого мы проверили рации и электромагнитное поле и вот на наших глазах пытаемся поймать какую-то волну не знаю поймаем или нет но факт зафиксируем вот она идет 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 вот перевели на другой диапазон sv и вот пожалуйста уже что-то начинается какие-то звуки помехи sv774 что-то видите поймали и был какой-то небольшой сигнал до радио что-то немножко фиксирует вот св774 но опять же это не музыкальный канал не какая-то передача мы четкость получаем сигнал давать послушаем как будто бы даже какая-то азбука морза или знаете сигнал как-то обходит или срывает стороной блин интересно вот этот момент очень вот хотя бы что-то мы смогли зафиксировать в этой зоне и действительно вот с в 774 волна вы видите что-то кто-то пытается послать или отсюда исходит излучение в небо ну кадры феноменальны илья ты такие скажем частоты ловил и в тот момент когда ты зафиксирован ли того мы только сейчас попробуем ждали после этого момента уже пробовал down так назад пробовал настраивал радио радио вообще как будто бы бешеная было то есть в этом месте было вилла абсолютно практически все сигналы все радиоволны все шипела шуршала шапева шуршала и разговаривал вообще как будто бы какой здесь там турецкое радио поймал или еще какое-то радио ну что практически Вообще, ну, как-то, ну, я не знаю, невозможно, если есть какие-то радиолюбители, может быть Получается, ты имеешь в виду, какие-то языки были не славянские вообще То есть какой-то диалект ты слышал неизвестных языков Ну, вот, 774 только Ну, давай попробуем проехать, посмотреть вообще, где этот сигнал прервется Да, хорошо, давай сейчас прокатимся И посмотрим в движении, просто ли это какие-то, скажем, может быть, помехи частоты Или же он прерывается, только в этой зоне находится Сигнал пока что сохраняется Опять же, мы должны понимать, что объект, он завис над этим местом Ну, он был достаточно большой и мог перемещаться Поэтому мы и хотим проанализировать весь маршрут, ну, предполагаемого полета Вот этого треугольного НЛО прямо на трассе и над лесом Вот смотри, какие макушки вообще загнуты Да, вот здесь прям сильно загнуты деревья, очень сильно И вот эти вот, смотри, сосны прям видно четко сильнее и сильнее загибаются Это не просто так Деревья бывает, что тянутся к солнцу, но они прямые Здесь же все четко прямо загибается И сигнал здесь этот сохраняется Сюда заездить и здесь измерить электромагнитные волны Да, сейчас попробуем еще приборчиком здесь все замерить Итак, мы выгрузились из машины Как раз вот здесь обнаружили место Ну, люди отдыхают, мусорь, жалко, конечно, природу губит И включаем прямо сейчас, проверяем электромагнитное поле с вами Так, электрическое поле показывает по нулям, магнитное тоже ноль Но здесь нет превышения электромагнитного поля Единственное, все-таки вот эти сосны сильно загибаются Что очень-очень странно, мы не можем знать, давно они так загнулись или нет Может быть, скажем, с того времени как растут А может быть, это как раз воздействие той самой инопланетной треугольной тарелки Или инопланетного объекта На этом я буду говорить вам до свидания Но кто был этот человек в черном Остается большой загадкой для меня и для вас Поэтому пишите, пожалуйста, свои комментарии Что вы думаете об этом человеке И, возможно, хотели ли вы увидеть бы его еще один раз в моем видеоролике Потому что контакт и связь с ним у меня налажены Я говорю вам всем до свидания Мы скоро увидимся Поехали Пока И бум Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok